Вы знаете, мой профессиональный путь был, во-первых, очень длинным, потому что я пришел в институт в 1953 году. И с тех пор я из института ни разу не уходил. Проходил достаточно большое количество кафедр этого института. Есть мои коллеги, которые поступили на какую-то кафедру, и в течение всей своей жизни связаны с этой кафедрой. У меня так не получилось. После того, как я защитил кандидатскую диссертацию, заведующий кафедрой теоретических основ электротехники Платон Николаевич Матханов предложил мне работать у него на кафедре. И в течение 14 лет я преподавал теоретические основы электротехники, ну, собственно, теорию электрических цепей. Это был следующий этап работы. А спустя меньше 10 лет я защитил докторскую диссертацию. А работу я по-прежнему ввел в области судостроительной промышленности. Поэтому у меня и тема была посвящена, значит, системам управления движением специфических кораблей того времени, кораблей на воздушной подушке. И когда я защитил докторскую диссертацию, то, а в это время уже существовал в институте факультет корабельной электрорадиотехники и автоматики, то декан Виктор Иванович Винокуров предложил мне работать у него на том факультете. Ну, дальше у меня была командировка в Гавану. И когда я вернулся в Гавану, я уже был в статусе профессора кафедры корабельных систем управления. И вот, начиная с 1982 года, я заведую кафедрой корабельных систем управления, что тоже составляет 35 лет жизни. И поэтому вот институт мне, на мой взгляд, дал очень много. Во-первых, он дал мне огромный кругозор, потому что я участвовал в конференциях, у меня были связи в Московском институте проблем управления, которые до сих пор сохранились. И это была очень интересная работа. Поэтому я считаю, что моя карьера сложилась удачно, хотя я не могу сказать, что она шла вот так гладенько, без всяких трудностей. Поэтому любой шаг, который я делал, давался мне достаточно тяжело и требовал больших усилий, но взамен я получал огромное удовольствие от результатов. Летти дал мне счастье в жизни, потому что, строго говоря, вся моя жизнь протекала здесь, и все, что у меня было в моей жизни, это было вот счастье. Институт – это огромные интеллектуальные, эмоциональные возможности, которые дают человеку способ жизни. Свойство Летти, о котором я говорил раньше, нужно сохранить во что бы то ни стало. Это не так просто, потому что те реформы, которые закладываются в настоящее время и которые по существу являются не очень обоснованными, потому что высшее образование в нашей стране, которое строилось по определенным принципам, оно было всегда хорошим и успешным. И все наши люди, которые кончали и которые потом уезжали за границу, они были весьма успешны за границей. Так вот, необходимо, чтобы этот дух, несмотря на все преобразования, которые устраивает нам руководство образовательными процессами в стране, сохранить дух подготовки кадров, качественный. Этот дух основывается на некоторых простых вещах. Мы занимаемся прикладными вопросами на основе глубокой фундаментальной подготовки. Из положения о звании заслуженный профессор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени Ульянова Ленина Летти. Звание заслуженный профессор присваивается профессору, который внес в совершенствование подготовки специалистов и в развитии науки значительный вклад, обеспечивший повышение авторитета университета в России и за рубежом. Звание может быть присвоено профессору, работающему в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете и имеющему стаж преподавательской работы в университете не менее 30 лет. За кафедрой, на которой работает заслуженный профессор, закрепляется на все время его работы в университете дополнительная сверхрасчетного штата персональная должность профессора. Имя заслуженного профессора удостоверяется дипломом и нагрудным знаком. Продолжение следует...